Всем привет! Сегодня я хочу приготовить десерт. Дочка моя приезжает и я хочу встретить ее с десертом вкусным. И это будет шарлотка с грушей и с корицей. Это очень вкусная шарлотка. Она не такая на вкус, как с яблоками. Ну и потом десерт мы будем есть уже с коктейлем, молочный коктейль еще сделаем. Ну что, давайте приступим. Для шарлотки нам понадобится 3 четверти стакана сахара, 3 четверти стакана муки, муку просеем заранее, 3 яйца, 50 грамм сливочного масла, 2 груши, если они большие, если маленькие, то 3, чайная ложка лимонного сока, чайная ложка разрыхлителя, ну у меня такой разрыхлитель и корица, ну где-то пол чайной ложки, ну кто как любит, кто-то чуть больше, кто-то чуть меньше, ну я пол чайной ложки положу. Ну вот и все. Начнем. Сначала я хочу замешать тесто. Берем 3 яйца. Добавим туда весь сахар. И все это перемешаем. Теперь туда выложим размягченное сливочное масло, оно уже мягкое. И тоже все это перемешаем. Если масло кусочками, не переживайте, оно потом все равно размягнет. Дальше берем муку. Мука у меня уже просеяна. В муку добавим чайную ложку разрыхлителя. Ну вот так примерно. И сразу же в муку добавим корицу. Ну пол чайной ложки, можно больше, можно меньше. Это вот кто как корицу любит. Но мне она нравится с грушей. Все это мы аккуратненько перемешаем сейчас. И теперь будем по чуть-чуть добавлять в тесто. И размешивать. Дадим тесту немножко постоять. А пока займемся грушей. Грушу нам нужно очистить от кожуры и порезать кубиками. Грушу выбирайте твердую, чтобы она не размякла, когда она будет в духовке. Грушу я нарезала вот такими, вот не очень мелкими кубиками. И теперь надо сбрызнуть это лимоном, лимонным соком примерно чайную ложечку. Ну на глаз можно. И помешаем. Так, это готово. Теперь посмотрим, что у нас с тестом. Тесто еще раз надо хорошенько перемешать, чтобы уже комочков сливочного масла не было. Вот, чтобы получилась вот такая однородная масса. Теперь можно вылить тесто в форму, а сверху положить грушу. Это кому как нравится. Но мне нравится все это перемешать. Поэтому я грушу выкладываю в тесто и все это вот так перемешиваю. Я люблю, когда груша, она вся в тесте. Так, наша заготовочка готова. Теперь готовим противень и включаем духовку на 180 градусов, чтобы она разогрелась. Формочку для выпечки я застелила пергаментной бумагой. Если у вас ее нету, можете смазать сливочным маслом. И выкладываем туда все наше содержимое. Разровняем наш пирог, чтобы у нас все уголочки были заняты равномерно. И все. Теперь отправляем мы это в духовку на 20-25 минут. При температуре 180 градусов на среднем уровне. Когда пирог будет готов, нам нужно будет дать ему остыть, прежде чем резать. Ну вот наш пирог готов. Теперь я жду, пока он остынет, прежде чем его резать. Вот такой вот румяненький получился. Красивый. Ну что, вот наш пирог. Он уже остыл. Поэтому я его вытаскиваю. Все прекрасно. Нигде ничего не подгорело. Очень хорошо. Сейчас я хочу его посыпать сахарной пудрой. Немножечко. Сахарной пудрой это можно сыпать, можно не сыпать. Это так чисто для красоты. И сейчас мы его порежем. Красиво. Положим на тарелочки. А еще я хочу сделать молочный коктейль. Для этого нам понадобится стакан молока, один банан. Банан поломаю кусочками и покидаю туда. Еще хочу добавить туда чуть-чуть сиропчика. Можно варенье. Немножко. Ставлю максимальную скорость и турборежим. Ну вот мы и подошли к нашему завершению. Вот такой красивый пирог у нас получился. Сейчас я его попробую. Если кто-то скажет, что я на похудении, хочу сказать, что я сейчас не худею, я удерживаю вес. Поэтому немножечко мне этого пирога поесть можно. Вообще, кто худеет, конечно, не рекомендуется, потому что здесь сплошные углеводы, мука, сахар, все сладкое. Но к раздельному питанию это не прикидь. Так как здесь только углеводы, белков нет. Поэтому можно. И сделаю молочный коктейль. Вот такой вот вкусненький. Попробую сейчас. Прямо как в магазине раньше делали. Попробую сейчас пирог. Очень вкусный. Корицы немного. Я боялась, что может быть будет много. Нет, немного. Нормально. Корица придаёт коричневый цвет пирогу. Поэтому он такого цвета, не белого. Если корицу не кладёте, а будете туда ванилин вложить, то значит тогда будет он у вас белым. Пирог у меня готовился 25 минут. Но вообще это зависит от духовки. У всех разные духовки. И ещё зависит от толщины пирога. То есть, если он у вас получается по толщине невысокий, то тогда он просто быстрее приготовится. Ну, в общем, за ним нужно всё равно посматривать. Но этот рецепт мне очень нравится. Кому понравилось моё видео, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. И до новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok